Мой вопрос простой – как, на ваш взгляд, приучить людей к порядку? Не мусорить на улице, не выкидывать бутылки на лузганные семечки с балкона и т.п. Ходить по засранным улицам неприятно никому, убраться на мусорившего не заставишь, убрать за собой, убраться. А то, что можно не срать, до граждан доходит слабо. Замечания на окружающих действуют, опять же, слабо. Некоторые вести себя, как свиньи, не прекращают принципиально, а иные ещё и возмущаются в ответ на замечания. Я всё понимаю, конечно, что у нас свобода, но, по-моему, человек, ведущий себя, как скотина, её не достоин. Это не значит, что я призываю всех сажать, но какая-то реакция в рамках правового поля быть должна. Полностью согласен. Как приучить? Контроль, ничего другого нет. Дикие штрафы за то, что ты мусоришь. Вот как-то раз выехали из города Лос-Анджелес, а там таблички вдоль дороги. За разбрасывание мусора из машин штраф приготовься. Тысяча долларов. Тысяча долларов. Просто и без затеи. Я тебе уверяю, никто там ничего не бросает. Как в Финляндии. В Финляндии. Бычок в окно. И тут же финн, едущий сзади, уже звонит в полицию. «Алё, тут русская свинья из этой машины бросила бычок». Дальше тебя штрафуют. А потом визы лишат. Просто и без затей. Поэтому в Финляндии очень чисто. Срать надо в России. Проезжаешь пограничный пункт, и тут же водители грузовиков открываются правое окно, и весь мусор, накопленный в Финляндии, летит в русскую каналу. Почему так? Ну, потому что скоты, это никакого обсуждения не требуется. Потом и там взяло, и прекратилось, и больше там никто ничего не бросает. Почему? Потому, что штрафуют. Надеяться на какую-то дурацкую сознательность, вы издеваетесь. Никакой сознательности нет. Ну, то есть, как? Большинство людей, естественно, не гадит, а идёт до урны, бросает в урну, но, как известно, что-то новое. Это нас, пардон, зовут на обед. Да. Труба зальвёт. Вот. Только рублём и хрустом. Да, но вот скот, как говорится, паршивая овца, всё стадо портит. Это о чём речь? Что если одна овца покрылась паршей, то есть, каким-нибудь лишаём, она трётся обо всех остальных, и лишай перескочит на всех, и вот у тебя уже всё стадо лишайное. Ну, так и тут вот эта свинья, которая гадит, штрафовать надо. Вот камеры везде понавешали, теперь как-то это с камерами по-моему, вопрос. Уже введут, кстати, правила новые. Решается. Из автомобиля выбрасываешь хабарик. Да. Видеокамера тебя фиксирует. Штраф. Правильно. Правильно. Новую набережную. Там какая-то речка... Ну, какая там... Упа. Подозрительное название. Упа. Вроде так называется. Могу перепутать, дорогие тулики. Извините. Вот. И ты там был... Её взяли. Она была загажена сотни лет, как ты понимаешь. Её начали чистить. Это денег стоит, между прочим. Почистили. То есть, выгребли там горы Ила, оборудовали набережные, оборудовали дорожки. И понаставили всяких этих кафешек, скамеек. Там немыслимое количество. Велодорожки. Тут тебе самокаты, машинки для детей. Ещё чего-то там. Всё чисто и всё аккуратно. Ну, там, вы не поверите, гадить не хочется. Просто не хочется. Но при этом, обращаю ваше внимание, надо расставить массу урн, чтобы я тут не оглядывался, куда мне обёртку от мороженого, например, выбросить. Их должно быть много. Ну, и, естественно, кто-то должен за этим смотреть. Бывают массовые мероприятия всякие. Я первый раз такое видел. Помню, приехал в город Антверпен. Там какой-то, ну, условно, пивной фестиваль. Я вышел на площадь, у меня глаза на лоб вылезли. Там говно просто, ну, не по колено, но по щиколотку. Видите, бумажки, бутылки. Это что вообще такое? Ну, а когда народ толпой стоит, тебе до урны не дойти. Просто все бросают всё под ноги. Потому, что на мероприятиях вот так разошлись. Тут же прибежали бригады уборщиков. Всё это сгребли, рассортировали, убрали, увезли. Опять чисто. Ну, одно без другого никак. Разные обстоятельства по-разному поступать. Большое количество урн, чистота – обязательный контроль. По-другому никак. Ну, и воспитывать надо. В телевизоре показывать, по радио говорить. Поощрять тех, кто правильно себя ведёт. Поехали.